История еврейского искусства Об одном из таких людей мы сегодня поговорим и приурочен наш разговор к тому, что 18 ноября в Бар-Иландском университете на кафедре еврейского искусства пройдет конференция, которая посвящена выходу в свет новой книги. Эта книга называется, я вам сейчас ее покажу, называется она «Яков Каган Шапшай и его еврейская художественная галерея». Автор этой книги, вот я еще раз ее показываю, Яков Владимирович Брук, гость сегодня нашей студии. Здравствуйте, доброго времени суток. А с правой стороны от меня сидит Андрей Куманин, он израильтянин, наш соотечественник, и он правнук вот этого самого человека, которому посвящена эта книга Якова Каган Шапшая. Здравствуйте, добрый день, доброго времени суток. Не знаю, кто смотрит нас в какое время суток. Дорогие друзья, я хочу начать наш разговор, в общем-то, с историей этого человека. Это был коллекционер, это человек, который собирал картины еврейских художников, еврейских авторов во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, большая часть, практически вся эта коллекция погибла. И вот сейчас действительно потребовался настоящий научный труд, за это надо благодарить господина Брука, для того, чтобы просто восстановить, какие картины существовали тогда и входили в эту коллекцию. Яков, первый вопрос вам. Почему вас так заинтересовала эта фигура, и вы решили исследовать историю этого человека? Я так понимаю, что семья очень активно помогала вам в этом исследовании. Почему именно Яков Каган Шапшая? Ну, попытаюсь ответить. В общем-то, я бы сказал, что и мне это имя долгое время не было известно. И оно стало интересовать меня по связи с моими занятиями, творчеством и жизнью Шагала. Я в одном из интервью Шагал упомянул, что в коллекции Каган Шапшая находилось около 30 его картин. В книге «Моя жизнь» он также несколько раз упоминал об этом человеке, говоря о его коллекционерской деятельности и о том, что он стремился создать или мечтал создать еврейский музей. То есть, иными словами, мы потеряли, человечество потеряло около 30 картин Шагала вот в этой коллекции? Не вполне. Не вполне. По счастью. По счастью. По счастью. Окей, продолжайте. По счастью. Такой коллекции частной Шагала в ту пору не было. Это конец десятых годов. Шагал неведом. Шагал делает первые шаги. Во всяком случае, он делает первые шаги в России после возвращения из Парижа, где он имел успех, но вернувшись на родину, он должен был его завоевать. И вот это пребывание Шагала в 14-15 годах в Витебске в творчестве Шагала означает совершенно исключительный момент. Он более никогда не повторялся. Хотя потом всю жизнь Шагал вспоминал об этой паре как о важнейшей паре своей жизни. Он создал Витебскую серию, он приехал туда, он вновь после бурных лет своего парижского пребывания, после знакомства с авангардом, после той огромной интереса взаимного, который испытал Шагал к этому искусству, и это искусство, и эта культура к Шагалу, он вернулся в город, в котором он почувствовал, что именно здесь его корни, именно здесь и какая-то глубокая внутренняя связь, о которой, может быть, он и сам не подозревал, отразилась вот в целой серии его полотен. Вот это то, что называется Витебская серия 14-15 годов. Эту серию он показывал по преимуществу Москве на нескольких выставках 15-16-17 годах. Эта серия вызвала очень большой к себе интерес. По сути дела, известность Шагала в России началась именно с показа этой серии. Одна из статей, опубликованная известным художественным критикам, называлась «Новый талант». Россия открыла это имя, Россия открыла этот талант. И многие из коллекционеров художественных, чутких к новым именам, стали приобретать его произведения именно из этой серии. Но поразительно то, что основную часть и лучшие вещи были приобретены как он Шапшем. Андрей, я хочу задать вопрос вам. Вот семья художника, это в искусстве всегда очень-очень важный фактор. Семья коллекционера, не знаю, что у вас в семье, ну вы четвертое поколение, что у вас в семье сохранилось, какие вообще архивы, какие документы, может какие-то картины остались в наследствии. Что передает семейная традиция? Семейная традиция, во-первых, передает еврейскую кровь, во-вторых, и мама, и бабушка, и я. Не просто, но и гены любви к искусству, потому что я так понимаю, что вы занимаетесь искусством, вы мастер по металлу. Да, я действительно художник по металлу. Вы знаете, мы, во-первых, родились все в этом доме, включая меня, в этом доме в Атипиевском переулке, который находится прямо за Пушкинским музеем в Москве, но на самом деле знакомство такое с прадедом вот продолжается и открывается у меня благодаря книге Якова Владимировича и благодаря тем материалам, которые вышли и вызвали интерес, конечно, это было связано с тем интересом к авангарду, который на сегодня очень жив в России, в том числе благодаря продажам и ценам на картины тех художников, которые, в частности, были у Якова Фабиановича, но для меня есть две очень важные вещи. Понимаете, во-первых, я для себя открыл, что собирательство во взрослом возрасте – это не хобби, а очень серьезное творческое дело, это, в общем, созидание. То есть этот человек, как бы, он фактически занимался созданием еврейского искусства, потому что, например, мне одна дама сказала, что вот покупая работу, я участвую в ее создании. Вот, и это действительно так. Вот, то есть он собрал людей, и там же было огромное количество всяких течений, там были футуристы, там были кубисты, там были, ну, я могу, как бы, где-то что-то и собрать, но там было метание, что такое новый человек, вот, в это время. Вот, и Яков Фабианович им, как бы, дал понять, ребята, вы еще евреи, помимо всего прочего, я собираю вас, поскольку вот у вас есть общие традиции, общие, вот, вы относитесь к ивриту, вы относитесь к Танаху, вы имеете к этому отношение. Вот, и он у них заказывал работу, и он у них покупал работу, и он им устраивал выставки, в общем, он их патронировал всячески. Да. Яков, вот вы упомянули Шагала, какие еще художники входили в эту коллекцию? Я понимаю, что Лазар Лисицкий, Фальк, вот здесь на обложке этой книги, это портрет Якова Каган Шапшая, работы Фалька. Вот здесь еще у меня есть проспекты, вот видите, с логотипом Содби, на этих проспектах тоже мы можем видеть вот эту самую картину, портрет Якова Фабиановича Каган Шапшая. Какие еще художники им были в этой коллекции? Я скажу два слова по поводу этой картины. Дело в том, что эта вещь, одна из центральных работ Фалька, как мы сейчас понимаем, долгое время оставалась неизвестной. Она находилась за рубежом в частном собрании и не была доступна. По источникам всякого рода, по документам, которые сохранились в семье, было ясно, что Фальк писал в 1917 году портрет Каган Шапшая, и более того, в числе своих самых значительных работ этот портрет был показан в Венеции в 1924 году на Биеннале. Но в отличие от других работ, которые были помечены, что их возможно продавать, этот портрет не продавался. Далее его судьба как-то стала неведомой. И совершенно недавно, год с небольшим тому назад, вдруг обнаружилось, что на Судьбе поставлен этот портрет. Предакционная продажа проходила в Москве. Подлинность была установлена? Подлинность была установлена. Эффект, произведённый этим произведением, был просто ошеломляющим. Это одна из лучших работ Фалька. И при том, что не осталось... Мастерпис. Совершенно справедливо. И при том, что не осталось никаких документов, каких-то письменных или таких иных, свидетельствующих об их отношении, вот этот портрет есть наилучший документ, свидетельствующий о том, что они значили друг друг друга. Поэтому этот портрет, это просто... А что такое вообще, на Ваш взгляд, еврейский художник? Вот можно сказать, что шагал, рисовал белорусские деревни, может, он белорусский художник? Что такое еврейский художник? Вы задаете вопрос, который задают уже много... Да, я понимаю, что нет простых ответов. Вы задают очень давно, уже давно поняли, что нет простых ответов. Тем не менее, Каган Шапшай, собирая этих художников, это отчасти ответ на Ваш вопрос. Что собирал Каган Шапшай? И я здесь хочу сказать, что Андрей очень прав. В том смысле, вот подчеркиваю, что собирательство – это не хобби. Собирательство – это нечто гораздо большее. Собирательство, во всяком случае, такого плана, как собирательство Каган Шапшая, это не просто участие в художественной жизни, но отчасти и ее генерирование, направление, определение ее основного русла. Это тот самый вопрос, который стал с необычайной остротой в России вот после предреволюционного пора, когда евреи получили, так сказать, возможности, право самоопределения. И стал вопрос, кто мы? И, как всегда, эти пути неоднозначны. И кто-то ушел в Древний Восток и искал своих корней там, кто-то полагал, что… Кто-то уехал в Палестину. Кто-то уехал в Палестину. Кто-то считал, что еврейское искусство должно коваться там же, где ковется современный авангард. И нет, собственно, еврейского искусства. Есть художник-еврей, который занимается современным искусством, но, тем не менее, его язык – это должен быть интернациональный язык авангарда. У Каган Шапшая, и, конечно, не только у него одного, потому что вокруг него собралась совершенно изумительная, талантливая молодая группа. Я хотел бы хотя бы назвать эти имена. Да-да-да, конечно, конечно. Я думаю, что он очень многим, так сказать, он очень был связан и многие идеи разделял с замечательным человеком, моложе, нежели был он, очень талантливым критиком, который много сделал для становления еврейского искусства. Имя этого человека – Абрама Фросса. Они были знакомы, и я полагаю, что Каган Шапшая поддерживал эти идеи, и целый ряд, например, каких-то действий, которые он поддерживал и субсидировал. Например, организация кружка Шомир – это кружок еврейской национальной эстетики. Это группа молодых людей, при этом не только художников, но и литераторов, и композиторов, и так далее, которые искали еврейской художественности, которые старались понять, собственно, каким образом можно идентифицировать себя в искусстве. Их ответ, ответ вот этой группы художников, и, соответственно, Каган Шапшая, и именно этих художников на ищем счете и собирал, состоял в том, что вот нынешнее еврейское искусство может возникнуть на двух основах. Причем, если эти основы соединятся между собой и, так сказать, создадут нерушимое целое. Одна из этих основ – это еврейское народное творчество. Это единственное, что как бы сохранилось в неприкосновенности и дает право и возможность художнику дышать и думать по-еврейскому. Вторая основа – это современный модернизм. Надо говорить об этом, вот как бы соединяя... Я хотел задать вопрос и вам, и Андрею, кстати. Вот есть такая теория, что почему так много евреев было вот в первом русском авангарде, во втором авангарде, вообще не только в русском, даже если там возьмем Куль де Пари, там Хайм Сутин, ну очень много было художников-евреев, что говорят, что евреи первые изобрели абстракт. Что значит? Все молились там идолам, иконам, да, очень просто молиться идолу. Евреи молились абстрактному богу, который никак не выглядел. Евреи первые изобрели абстракт. Как вам эта теория? Ну и какое это имеет отношение к художникам? Что именно поэтому, именно в силу вот этой вот особенности, что у еврея, еврейская традиция передавала ему вот эти вот задатки к абстрактному мышлению, к абстрактному представлению себе чего-то, привело к тому, что евреи массово пошли, еврейские художники массово пошли вот по самым различным авангардным направлениям. Ну, я думаю, что здесь играла, сыграла роль, во всяком случае, в отношении художников, группировавшихся вокруг Каган-Шапшай, и которых он собирал. Он собирал галерею, но он не ставил перед собой задачи создать историческую галерею. Он хотел поддержать вот эту молодежь. Он хотел посадить это дерево. Он хотел, чтобы это дерево укоренилось. Он даже не ставил себе задачи смотреть, как оно будет подоносить в будущем. Быть может, Господь не даст ему этого. И он даже не думал о том, как показать, что предшествовало ему, потому что на это не хватит человеческой жизни. Ему хотелось вот эту группу художников. Кто они? Шагал, прежде всего, потому что он очень любил этого художника. Их связывала дружба. Шагал всякий раз, приезжая в Москву, останавливался в Шапшай. И я публикую в этой книжке замечательный документ, воспоминания одного из участников этого, где просто речь становится, где ясно, что Шагал привез Беллу первый раз в Москву после свадьбы, очень скоро, когда еще не были они известны так широко, именно вот в этот дом. И именно в этом доме с ней познакомилась. Вот там, где вы родились? Нет. Да, именно в этот дом. Пожалуй, что в этот дом, в Антифевском переулке, о котором... К сожалению, наше время подходит к концу. Андрей, последний вопрос. Вы считаете себя еврейским художником или израильским? Или, может быть, русским? Несомненно, еврейским и, конечно, израильским. Все, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Яков Брук, человек, который много лет проработал в Третьяковской галерее, автор книги «Яков Каган Шапша и его еврейская художественная галерея», вот я еще раз покажу, и Андрей Куманин, правнук вот этого замечательного человека, о котором мы сейчас говорили. Продолжение следует...